и зрители небольшой обзор еды но у меня как бы я обзоры снимаю не еды как бывают люди просто кулинарии они там делают культ еды я просто показываю что-то интересное если найду я снимаю но какие-то и вещи электронику что что вообще интересное какие-то интересные факты попадаются поэтому суть в основном тут как бы не в самой идея потому что я думаю на еду много времени тратить не стоит да она должна быть нормально но фанатизмом не стоит заниматься постоянно что-то искать там кучу еды покупать так поэтому просто интересные такие вещи апельсины 42 рубля отличные апельсины них даже семечек немного сладкие ну конечно бывают вообще какие-то вот такие красные красные прям ну эти вот почти на четверочку пятерочку вот такие вот груши так подожди а груши какие какие что груши бывают 65 рублей где-то это отличные груши отличные сладкие просто вот на пятерку они не мятые ничего ну вообще редко такие покупали что груши такие дорогие там 200 рублей чуть ли не стоит вот 65 можно купить так вот такая вот груша такое чилийская груша форел форел это тоже дорогие груши ну то они стоили это тоже 65 рублей стоит килограмм это фокус конечно медленный но приходится снимать планшетом потому что телефона нет у меня время ремонт уехал телефон и бесконечный этот ремонт так что бывает просто тип роликов где снимают и ты просто наблюдаешь за обстановкой либо что-то человек рассказывает сама суть не очень не в этой идее что-то интересное понаблюдать просто за манерой введение ролика смотришь так вот такие вот вещи интересные но кто ни в кое-то цена картошки вот это конечно как тут подороже уже будет а это апельсины со 42 просто отлично 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 но у них единственно почему цена такая меньше не 100 рублей потому что у них тяжело кожуру отдирать тяжело ну вот даже видно что тяжело но он нормальный он вообще нормальный порядке бывает что-то дефективное я покупаю но сейчас я стараюсь уже хлам всякий не покупать потому что деньги в пустую ходят игры мандарины какие-то купил так этот грушка даже не пробовал эту грушку попробовать 68 69 рублей так попробовал эту грушу кстати вот были маленькие такие зеленые игрушки я снимал они ну уже по практически безвкусные стали а цена у них было что там 45 50 рублей но так себе на трое на троечку по вкусу были хотя вид нормальный но весь вкус ушел здесь отличная игрушка тоже чилийская не знаю точно сорт вот такие вот красные это как-то red какой-то barrel что тут груша какая-то опять на чилийская 45 45 45 рублей 45 до но она они ну хорошем состоянии хорошим хороший вид но она немножко неровная но как бы вид просто не идеальная так вполне хорошая этот сорт уже я покупал такой сорт хороший сорт не все груши хорошие или привозят долго валяются фиг знает какие-то бывают порядка попадаются очень не хорошие какие-то груши вот к этим претензиями это вот огурцы это такие с маленькими пупырышками но их уже нету до огурец хороший они стоили 48 а вот это уже 45 потому что они обороты тоже сколько-то лежат там на жаре и недель лежат потом начинают сдуваться поэтому поэтому они цены снижают и вот огурцы и огурец есть помидор никаких нету ну то есть придоры есть но они дорогие поэтому я не покупал я не знаю почему так получается огурцы почему то есть но как я понимаю они на вырастали вот поэтому их и продают что выросла то и продают охранить никто же не будет их что-то будут какие-то специальные словские помещения они просто кидают жаре все это портится огурцы очень там кучины портятся сдуваются в общем плохо они относятся продуктом хотя это вот неплохие продукты но и пофиг они как покупают все равно все окупается ну а то что люди покупают какие-то но вот эти клубника черешня вишня это я не покупал я даже нет в роликах потому что я покупаю что такое простенькое ну и по сути я не хочу покупать дом что нафиг мне это какая-то черешня которую они купили за 20 рублей и тут продают за 300 рублей ну слишком цена там накручена хотя сейчас некоторые огурцы даже умудряются продавать 100 150 рублей летом да вот такие вот обычные обычные гурцы но это не совсем обычный какой такой хороший сорт ну я считаю это лучше чем такие вот кривые всякие бывают ну некоторым нравится эти зазули какие-то крупные такие нет больше такие вот нравится помидор никаких нету хотя странно как-то вроде они а блин помидоры эти дурацкие отечественные появились эти как они называются которые вытянутые такие не особо вкусные они там что-то стоят 70 или под 100 рублей как же они они не парниковые я покупал как они слива видно или как называют вытянуты такие помидорки и ну ничего особенно них нету по сути они стоят как эти груши но не знаю стоит ли покупать помидоры какие-то они парниковые не особо то и я бы сказал какие-то хорошие сорта так себе они все время задирают цен но для желтый снимал эти помидоры да неплохие с чего на них там цена задрана там 200 рублей непонятно покупают как бы им пофиг вообще этих магазинах люди покупают все все подряд купают ну кроме может что-то мега дорогого такого к этой черной икры там конечно это уже не покупают всякую дребедень там сосиски по 500 рублей все это покупают ну вот его что и все человек больше я не покупал что-то интересное было я купил эту грушу не пробовал на игры этот сорт который который я уже покупал хотя хотя нет подождите нет нет сейчас а вот какой я покупал тоже отличная груша она немножко какая-то зелено-красная дает немножко другой сорт но это же видите идеальное состояние и вот это хорошая тоже груша которая снимал отличный вкус и это хорошая и и вот это хорошая вот но вот зеленые были дурацкие груши ну или они провалялись долго уже под испортились так ну и что я могу сказать вообще сейчас получается может сказать уже лето кончилось и летом обычно вот какие-то вот огурцы помидоры что-то дешевые покупали люди ну ли я покупала значит там люди покупают сейчас по сути ничего нету есть только капуста безвкусная какая-то огурцы там дурацкие огурцы продают 70 80 какие-то кривые это редко такие вот такие вы не купите и то есть там 100 рублей огурцы и 100 помидоры и зимой зимой можно можно найти вот эти сливка как и не помидоры и не сливка как они вытянуты как и задумка называют сорт грунтовые то можно и до 70 80 рублей по сути те же самые 100 рублей то есть что летом летом как будто больше выборы дешевле а что нифига такого нету самом деле еще по моим прошлым летом можно было покупать огурцы помидоры по 30 рублей ну и не знаю ли 40 сейчас по сути если ты только специально не найдешь то 100 рублей стоит и 100 рублей персики стоит я покупал как-то персики можно купить но потом как-нибудь куплю потому что пока они руки не дошли вот и всякие нефтарины там тоже можно купить вполне но если они стоят около 100 рублей но вот груши даже дешевле получается 68 69 они были 68 а мне посчитали как будто они 69 она там ошиблась на рубль ну бывает надо следить за ценой игре у них очень много портится продуктов потому что но это дорого хранить продукты поэтому но они не тратятся но испортились и пофиг выкинуть они чем дома не выкидывают прилично даже такие нормальные такие вот хорошие игрушки какие-то портится у них там все подряд портится и там экономят даже там можешь ставить иногда кондиционер все равно то даже эти все крупные ленты перегрузки у них тоже не очень хорошем состоянии все хранится я снимал фотографировал там какие-то мухи ползают дикси там грызут эти персики маленькие и как их не персики абрикосы что всем всем магазинам посрать покупателей на самом деле лишь бы продать какую-то хламину так на этом все спасибо за просмотр до следующего ролика стрима приходите на стримы но пока что-то играть 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 не 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 собрался что-то мне нету сил пока играть вот так что я все я пошел дальше либертарианские дела делать пока